Уважаемые коллеги, начинаем нашу работу в секции, которую мы назвали так. Вопросы диагностики и лечения внутренних болезней в соответствии с новыми международными и национальными рекомендациями. И первый доклад буду делать я, и он будет посвящен принципам лечения пациентов с хронической и шимической болезнью сердца. Итак, сейчас одну минуточку, сейчас мы попробуем перевести. Да, спасибо. Почему мы выбрали эту тему для одного из докладов? Потому что вот за последний год, и особенно в 2019, 2020 и 2021 году, вышло довольно много рекомендаций, как европейских, так и российских, напрямую имеющих отношение к вопросам лечения и шимической болезни сердца. И вот как бы один из этих документов европейский и один из этих документов российский, он относится к хронической и шимической болезни сердца. И имеет смысл, как нам кажется, сегодня обсудить эти положения этих двух документов и даже попытаться их сравнить. Что можно сказать об этих двух рекомендательных документах, как я их назвала? Они отличаются. Дело в том, что наши российские рекомендации по хронической стабильной ИБС, они сохранили, по сути, прежнее деление стабильной и шимической болезни сердца, как вы видите, на станокардию различные ее виды, кардиосклероз постинфаркты, безболевая ишемия миокарда и ишемическая кардиомиопатия. Однако, если говорить о европейских рекомендациях, которые ранее также назывались рекомендациями по стабильной ИБС, а сейчас это новый термин был введен. И, соответственно, это рекомендация по диагностике и лечению хронических коронарных синдромов. Вы видите, что, конечно, можно говорить о том, что каких-то уж принципиальных отличий нет, но все же давайте обратим внимание на то, что принцип совсем другой. Принцип в основном, так скажем, направлен на создание определенных алгоритмов, очень конкретных этапов диагностики и лечения. Ну, вот в первом случае, да, это и диагностика, и лечение, потому что это предполагаемая ишемическая болезнь сердца. То же самое, по сути, можно сказать и о пятом варианте, который мы тоже давно знаем, и эти случаи действительно требуют специальной диагностики и специального лечения. Но больший интерес, как мне кажется, вот с точки зрения инновации представляют вот эти две позиции, где говорится о том, какие различия должны быть в лечении пациентов, которые перенесли острый коронарный синдром или ЧКВ до года и более года. То есть вот эти вот периоды, они диктуют несколько разные подходы. Ну и последний очень такой интересный тоже момент, как мне кажется, это то, что вот фактически выявленная без всякой клиники, может быть случайно, может быть, так сказать, в поисках других каких-то вариантов, выявленная бляшка, по сути, да, это и есть тоже эквивалент этой болезни. Итак, давайте посмотрим на лечение, потому что диагностика – это тоже отдельный вопрос. И здесь надо сказать, что в принципе различий вот между рекомендациями европейскими и российскими особых нет, даже и по сравнению с предыдущими рекомендациями, все равно принципы те же самые. Две группы препаратов. Первая группа – это препараты, которые мы используем в качестве антиишемической терапии для уменьшения продолжительности, частоты возникновения симптоматики, да. Дальше. Вот очень важный момент. Именно мы влияем на уменьшение симптоматики. И еще одна очень важная позиция – что могут сделать эти препараты, которые, мы признаем, не влияют на прогноз. Вот это важно, и все-таки мы их рекомендуем. Они улучшают качество жизни, а это тоже немаловажный такой фактор. Итак, взгляд давайте бросим на вот наши вариации, так скажем, возможностей, которые есть при стабильной ЭБС. И, конечно, очень важно именно лечить пациентов, у которых есть стабильная станокардия, стабильная одышка. На самом деле это, конечно, могут быть пациенты, которые либо перенесли ОКС и ЧКВ, либо не перенесли. И те, и другие могут иметь такую клинику. Итак, обратите внимание, что нитраты, короткодействующие, только для немедленного купирования признаются всеми. А вот очень важный момент, это вот, да, наивысшая точка доказательности, связана с тем, что мы признаем, терапия первой линии – это бета-блокаторы и или блокаторы кальциевых каналов. Что касается терапии препаратами второй линии, она может быть различной и в различных ситуациях использоваться. И она, представленная эта терапия, может быть такими препаратами, как никарандин, ронолазин, ивабродин, териметазидин. Препараты разные по механизмам действия, но хотелось бы вот особенно обратить ваше внимание на то, что среди этих препаратов, по сути, есть такой препарат, как ронолазин, который можно использовать в разных ситуациях. Ну, не только, когда есть гипертензия или высокая ЧСС, когда у нас выбор такой более, можно сказать, легкий, да, но и в ситуации с низкой ЧСС и низким давлением. Ну, вот я как бы выбрала в данном случае, поскольку обо всем говорить невозможно, именно вот обсуждение возможностей использования препаратов второй линии и вот среди них такого препарата, как ронолазин. Но перед этим очень хочу вам показать изумительную совершенно такую таблицу, которую всем надо, докторам, мне кажется, иметь перед собой, потому что она полностью поэтапно, пошагово дает рекомендацию по использованию сначала препаратов первой линии, потом уже препаратов второй линии. Ну, и вот то, что я говорила, вы видите, здесь подтверждается. На первом месте бета-блокаторы и энтагонисты кальция, которые могут быть как дегидроперидиновыми, так и недегидроперидиновыми. Ну, а дальше идут вот препараты второй линии, существенно, способные существенно поменять и качество жизни, и симптоматику, и так далее. Итак, вот уж коль скоро речь зашла о ронолазине, то хочется, так скажем, напомнить, что у препарата есть непосредственные влияния, связанные с теми процессами, которые определяют патофизиологию ишемии миокарда. Конечно, мы понимаем, какова потрясающая роль бета-блокаторов, это ясно, это и снижение симпатической активности, и урежение ЧСС, и так далее, и так далее, и так далее. Мы также хорошо знаем и функции блокаторов кальциевых каналов. Ну, вот хотелось бы обратить внимание на такой препарат, как ронолазин, поскольку у него есть своя специфика, но полностью укладывающаяся вот в представление о патогенезе, патофизиологии ишемии. Ну, вот есть целый ряд исследований, которые поставили этот препарат, вот среди препаратов второй линии, все-таки на одной из самых, по сути, ведущих мест. Вы видите, что ронолазин, безусловно, является эффективным антиангинальным средством, что мы ожидаем, да? И вот важно еще и то, что микрососудистые поражения, которые далеко не всегда откликаются на наши стандартные препараты, в том числе и первой линии, все-таки вот эти пациенты с микрососудистой патологией также были исследованы, и мы видели ответ на терапию ронолазин. По сути, вот то, что здесь написано в этом таком слогане, действительно является для нас важным таким моментом, который нам говорит о том, что давайте не будем все-таки забывать о невероятной пользе и препаратов второй линии, не только препараты первой линии или там хирургические интервенционные методики. Ну вот, позволю себе показать одно из исследований, не так давно прошедшее, которое было упомянуто, вернее, речь идет о нескольких исследованиях, а результаты были упомянуты в такой довольно известной публикации, и вы видите, что таким важной категорией, как толерантность к физической нагрузке, показала, что ронолазин в комбинации с бета-блокаторами или блокаторами кальциевых каналов, вот показал преимущественно по сравнению с другими препаратами второй линии. Ну, еще, так скажем, что всегда нас интересует, в том числе и при оценке качества жизни. Как вы видите, уменьшение частоты приступов стонокардии, это очень важный показатель, и, соответственно, имеющиеся данные сегодня позволяют нам говорить, что при использовании ронолазина мы имеем очень хороший эффект, и, соответственно, это путь в уменьшении числа тех же приступов, их интенсивности, что необходимо всегда делать. Ну, еще такой важный момент. Вот всегда встает вопрос, а надо ли нам, в принципе, вот заниматься этой медикаментозной терапией, если все равно там, может быть, в какой-то момент времени возникнет необходимость в интервенционных методах. Ну, на самом деле это не так, надо помнить еще и о возрасте пациентов, и об их определенных там желаниях относительно проведения этих интервенционных исследований. Но, что очень важно, по сути, сравнить, да, есть ли какое-то уменьшение в необходимости, да, ревоскулиризации, причем различной, как вы видите, и ЧКВ, и аортокоронарное шунтирование, или такого, в общем, результата нет, да. Ну, и вот надо признать, и опять-таки исследование недавнее, 19-й год, огромное число пациентов, мы видим, что очень большая эффективность именно в плане уменьшения направления на вот эти ревоскулиризационные процедуры. Я думаю, это понятно, это явная такая польза. Ну, что еще тут можно сказать? Ну, наверное, мы понимаем, да, что не надо противопоставлять ЧКВ, там, другие методики и медикаментозную терапию. Это совершенно ненужная история. Просто надо понимать, что есть ситуации, когда мы немедленно переходим к ЧКВ, да, и к ревоскулиризации, а есть ситуации, когда мы вполне можем обойтись медикаментозной терапией, что на самом деле, конечно, очень важно. Ну, и вот всегда тоже оценивая какую-то, так сказать, практику, да, использование, нас интересует, конечно, вот то, что я уже говорила, как воспринимают и кардиологи, и врачи, и врачи-терапевты, и общие практики, вот то, что происходит с пациентом при назначении им ими какого-то лечения. Вот этому, собственно, посвящено исследование BRIDGE, и, собственно, надо признать, что в этом исследовании, опять-таки, были получены довольно интересные данные, которые, по сути, свидетельствуют, что вот такая категория, например, как пожилые пациенты, там, длительно заболевающие, они все-таки, ну, очень даже хорошо отвечают и с точки зрения изменения качества жизни на медикаментозную терапию. Ну, соответственно, опять-таки, возникшая задача была решена и в других исследованиях, задача оценки эффективности, и, как вы видите, что пациенты до и после приема ренолазина, конечно, по-разному оценивают степень тяжести, и мы имеем дело, явно степень тяжести станокардии приступов, и мы имеем дело с улучшением качества жизни, что, конечно, очень важно. Поэтому, думаю, что нам это должно быть интересно, и такой вот мой экскурс именно в данной, да, в области использования препаратов второй линии, конкретно ралазина, может быть интересен для практического врача. Ну, и есть такие еще дополнительные исследования, так называемые реальной клинической практики, и вот, когда мы видим, что они подтверждают, по сути, ранее проведенные другие исследования, мы получаем уже, ну, как бы извне информацию, и вы знаете, вот это исследование, которое здесь представлено, оно свидетельствует об эффективности ренолазина и так далее. Ну, и еще несколько слов о влиянии на прогноз, и сразу хотелось бы отметить, что подробная оценка антитромботической, антиагрегантной терапии у больных с хроническими коронарными синдромами, она дана и в наших рекомендациях, и в европейских рекомендациях. Это совершенно тема для отдельной, по сути, лекции, но просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание, и мы всегда помнили, что наши пациенты, да, различную терапию, где-то она будет двойной, да, антитромбоцитарной, где-то будет выбор в пользу ацетилсалициловой кислоты, в каких-то случаях в пользу клопидогрела и так далее, но она расписана, и пользоваться этим, конечно, мы должны. Что касается снижения уровня липидов, это важная задача, но все же, вот говоря о гиполипидемической терапии, мы имеем в виду, конечно, в первую очередь статины, потому что они не только гиполипидемические препараты, и так же, как все больные с хроническими коронарными синдромами должны получать антиагрегант какой-нибудь, это обязательно, или там в любом варианте, то так же и все пациенты должны с хроническими коронарными синдромами получать статины, только тогда будет положительное влияние на прогноз. Ну, хочу обратить внимание, что все-таки задача есть в достижении целевых цифр, и вы видите, что статины, статины, они должны, господи, секундочку, они должны вами, безусловно, использоваться в максимальных дозах, или в максимально переносимых, а затем есть возможность усилить эту терапию изотемибом или вот ингемиторами PCS-K9, новыми такими препаратами. Я напомню вам, что для всех пациентов с хроническими коронарными синдромами у нас только одна цель – это снижение липопротеина низкой плотности менее 1,4, потому что все эти пациенты, коль скоро они уже имеют заболевание, да, они должны, безусловно, быть в группе только очень высокого риска. Использование разных комбинаций, разных препаратов представлено в европейском рекомендации, я имею в виду гиполепидемических, и вы видите, что умеренная интенсивная терапия статинами даст снижение липопротеина низкой плотности только на 30%, высокоинтенсивная – на 50%, если добавить изотемиб на 65%, если у нас будет еще и ингибитор PCS-K9 – это 60% и так далее, и так далее. То есть фактически вы, ориентируясь на уровне липопротеинов, должны назначать такую терапию. И все же, напомню еще раз, статины – это обязательная составляющая вот этой терапии. Ну и вот мы видим здесь в данном случае, что даже при низкой дозе аторвостатина добавка изотемибом дала в процентном, так скажем, отношении очень хороший результат. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, это о том, что, конечно, блокады ренино-ангиотензиновой системы – это основные препараты, влияющие на прогноз, и все-таки среди них очень такое значение большое, имеют ингибиторы, ну так же, как и статины имеют массу всяких влияний положительных, так же у ингибиторов они существуют. Хотя, в принципе, есть и возможность назначать, как вы знаете, сортаны при ишемической болезни сердца и профихроническом коронарном синдроме. Обращу ваше внимание на некоторые эффективные ингибиторы, которые имеют такой очень положительный эффект на тканевую ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ангио-ан что таким препаратом, который, в общем, должен быть рекомендован, является азофеноприл, именно, собственно, потому, что влияние его на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему максимальное, тканевую. Ну и еще особенности этого препарата, тоже позволю себе на этом остановиться, это, конечно, антиоксидантные, сосудорасширяющие, цитопродуктивные, регулирующие ангиогенез эффекты. И связаны они во многих случаях изрушения продукции оксида азота, но еще и вот с наличием такой вот особой части молекулы, это то, что представляет собой вот эта группа H2S, по сути, являющимся таким эндогенным трансмиттером с плеотропным эффектом. То есть влияет непосредственно на органы. Ну и таким образом мы можем говорить о целом ряде препаратов, которые нужно использовать при хронической ишемической болезни сердца. И среди них давайте вот действительно обратим свое внимание на азофеноприл с такими положительными свойствами. Тем более, что исследования показали высокую, по сути, эффективность зафеноприла. Обратите внимание, это частота возникновения различных ишемических событий, которая происходила вот у пациентов с ишемической болезнью сердца. Это исследование СМАИЛ-ашемии. И еще очень важный момент – это оценка выживаемости. Конечно, когда мы говорим об ингибиторах, мы имеем в виду влияние на прогноз. И, наконец, сравнение с ремиприлом, который, в общем, считается таким самым часто используемым за границей, в особенности препаратом из группы ингибиторов, ну, наверное, также впечатляет, потому что мы видели сейчас и по выживаемости результаты. Ну, а еще смысл в том, что постоянный прием антитромбоцитарных препаратов, в частности, ацетилсалициловой кислоты, вот в этой, так скажем, комбинации эффективность оказалась выше у зафеноприла. Ну, и опять программа СМАИЛ уже у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, при наличии метаболических нарушений, в сравнении со всеми другими ингибиторами, зафеноприл показал очень хорошие эффекты. Ну, и последний слайд показывает, что у зафеноприла есть возможность, по сути, влиять и на реоскалиризацию. Таким образом, мы с вами сегодня вот обсудили принципы, но и в качестве примера я использовала некоторые препараты, которые, как мне кажется, должны быть в нашем арсенале. Большое спасибо за внимание. И передаю слово, да, Юрию Владимировне Лесковой, которая тоже с вами обсудит очень важную тему, которая изменила наши некоторые представления о себе в новых рекомендациях. И вы видите, называется этот доклад «Хроническая сердечная недостаточность. Диагностика и лечение в новой реальности». Пожалуйста, Юрия. Большое спасибо, Оксана Андреевна. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня видно? Слышно? Да. Хроническая сердечная недостаточность. Диагностика и лечение в новой реальности. 2021 год был обозначен Европейским обществом-кардиологом. Годом сердечной недостаточности – это не случайно. Распространенность сердечной недостаточности во всем мире велика и составляет 64 миллиона человек. В Российской Федерации ситуация неутешительна, и по сравнению с другими странами, частота пациентов с сердечной недостаточностью сохраняется высокой, составляет 7%. Это практически 12,35 миллионов человек. Каждую минуту в России умирает один пациент с сердечной недостаточностью, 35% пациентов моложе 60 лет. В Российской Федерации наблюдается неуклонный рост распространенности сердечной недостаточности. И что самое печальное, то, что количество пациентов с высокими функциональными классами растет значительно быстрее, чем пациентов с первым и вторым функциональным классом. Смертность при ХСН остается высокой, несмотря на многообразие возможностей терапии данного заболевания. 50% пациентов умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. Уровень смертности практически сравним со смертностью при ряда форм рака. Это отчетливо показано в многоцентровом исследовании и касается как мужчин, так и женщин. Сердечная недостаточность – неуклонно прогрессирующее заболевание с высокой частотой госпитализации. Что самое печальное, что каждая последующая госпитализация сокращает продолжительность жизни наших пациентов с ХСН. В течение года после госпитализации почти половина пациентов с сердечной недостаточностью погибает. Что самое интересное, что и внутрогоспитальная летальность остается высокой. Пациенты с сердечной недостаточностью имеют высокий риск смерти даже при невысоком функциональном классе. Мы видим, что пациенты как с начальными функциональными классами, так и с третьим и четвертым практически имеют сопоставимую летальность. Смертность при ХСН остается высокой, несмотря на достижения в терапии. У нас есть прекрасный арсенал препаратов, которые имеют колоссальную доказательную базу, но даже и это не дает нам справиться на сегодняшний день с сердечной недостаточностью. Но и нужно отметить, что самым уязвимым периодом для пациентов с сердечной недостаточностью является период перед выпиской и недели, месяцы после выписки из стационара. И действительно, когда пациенты уходят с инфузионной терапией, им назначаются таблетированные препараты, и они выписываются под амбулаторное наблюдение с последующим цитрованием таблетированных форм, это занимает длительный промежуток времени, не всегда эффективно и не всегда сохраняется комплайенс. Сердечная недостаточность связана с колоссальными затратами для системы здравоохранения во всем мире. И, к сожалению, мы отмечаем, что в последующие десятилетия количество пациентов сердечной недостаточности будет расти. Это связано как со старением населения, так и с нездоровым образом жизни, с повышением выживаемости пациентов, с инфарктом миокарда, с другими заболеваниями, которые в ходе своего течения приводят к развитию сердечной недостаточности. Что уже известно о сердечной недостаточности? Ну, мы все практикующие врачи, мы помним, что сердечная недостаточность, согласно классификации, МКБ-10 шифруется как Ай-50, это касается в основном левой желудочковой недостаточности, и Ай-27 с подрубриками, это характерно для правой желудочковой недостаточности. Все мы до последнего дня руководствовались клиническими рекомендациями Европейского кардиологического общества, объединенными клиническими рекомендациями общества по сердечной недостаточности Российского кардиологического общества и общества терапевтов, а также недавно обновленными в 2020 году клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по поведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Уже в 2020 году мы говорили о фенотипах ХСН, это сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса, с промежуточной и сохраненной фракцией выброса. Также мы все прекрасно знаем основные препараты с доказательной базой, а также дополнительные классы препаратов, которые могут быть использованы при определенных сочетаниях сердечной недостаточности с другими заболеваниями. Также буквально в 2020 году было акцентировано то, что выявление этиологии основной сердечной дисфункции является обязательным для диагностики сердечной недостаточности, поскольку специфическая патология может определять дальнейшее лечение. И что нового в 2021 году к нам пришло с конгрессами, которые были проведены американским обществом кардиологов, европейским обществом. Вот недавно прошел российский конгресс кардиологов и конгресс по сердечной недостаточности буквально несколько дней назад в Москве. Известно, что определение сердечной недостаточности, а также ее классификация, алгоритмы ведения отличаются у различных кардиологических обществ. И это, с одной стороны, конечно же, печально. Почему? Это осложняет эпидемиологию сбора данных, статистическую обработку данных. Это осложняет, в общем-то, в конце концептуально собрать все материалы по сердечной недостаточности по всем пациентам для того, чтобы оценить масштабность и эффективность различных препаратов, которые используются в разных странах. И к чему, в общем-то, мы пришли в 2021 году. Ведущие кардиологические общества объединились и приняли решение о создании согласительного документа, консенсуса, в котором были обобщены данные по сердечной недостаточности. Что нового в этом консенсусе? Изменена терминология. Сердечная недостаточность фракции выброса среднего диапазона, а у нас в Российской Федерации она называется сердечная недостаточность промежуточной фракции выброса 4149, была переименована на сердечную недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса. А был предложен новый упрощенный алгоритм лечения сердечной недостаточности. Добавлены алгоритмы лечения сердечной недостаточности низкой фракции выброса в соответствии с фенотипами, изменена классификация острой сердечной недостаточности, обновлены методы лечения, добавлены ключевые показатели качества. Итак, определение. Сердечная недостаточность на сегодняшний день это не единственный патологический диагноз, а клинический синдром, состоящий из основных симптомов, которые могут сопровождаться следующими признаками, такими как повышение венозного давления в еремных венах, легочными хрипами, периферическими отеками. Это обусловлено структурными функциональными аномалиями сердца, что приводит к повышению внутрисердечного давления или недостаточному сердечному выбросу в покое или во время физических нагрузок. Предложена также и утверждена классификация сердечной недостаточности, соответственно, фракции выброса левого желудочка на сердечную недостаточность со сниженной, теперь это так называется, фракцией выброса менее или равной 40% сердечной недостаточности с умеренно сниженной фракцией выброса. Это связано тем, что ретроспективный анализ рандомизированных контролируемых исследований по сердечной недостаточности, куда были включены пациенты из сохраненной, из сниженной фракции выброса, показали, что именно пациентам с умеренно сниженной фракцией выброса полезна терапия, аналогичная терапия с фракцией выброса левого желудочка меньше или равной 40%. Это подтверждает как раз и переименование данного субфенотипа на новый. Пациенты с симптомами и признаками сердечной недостаточности, с признаками структурных или функциональных сердечных аномалий и или повышенным содержанием натриуретических пептидов были отнесены в группу, а также с фракцией выброса левого желудочка больше или равной 50% в группе сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Что нового и интересного было добавлено в новой классификации по фракциям выброса? Посмотрите, помимо сердечной недостаточности слегка или умеренно сниженной фракции выброса, добавлена рубрика сердечной недостаточности с восстановленной фракцией выброса. Действительно, мы очень часто в своей клинической практике встречаем пациентов, которые при эффективной терапии могут повысить фракцию выброса и перейти со сниженной, например, фракции выброса в умеренно сниженную. Вот именно таким пациентам, да, такие пациенты были отведены в данную рубрику, есть смысл действительно это указывать для дальнейшей тактики ведения пациентов. Также интересным моментом является, да, международный согласительный документ, где выделяют группы пациентов по течению. Если мы раньше говорили о стабильном течении ХСН, о прогрессирующем, о декомпенсации, то сегодня предложена следующая классификация. Это впервые диагностированная ДНО, сердечная недостаточность, ухудшение течения, мы можем указывать в диагнозе, улучшение течения сердечной недостаточности, персистирующее течение и ремиссию, если пациент, а да, при эффективном лечении стойко достиг ремиссии и положительных результатов, ушли симптомы, синдромы, и он достаточно долго это поддерживает. Что новое и также интересного введено в стадиях сердечной недостаточности, они теперь опираются больше на стадии, соответственно, американской классификации. Теперь будет выделено 4 стадии A, B, C, D. Что интересно, что стадия A, она соответствует пациентам, у которых есть факторы риска сердечной недостаточности. Стадия B – это пациенты, если сравнивать с классификацией строжеского силенка, это пациенты с первой стадией сердечной недостаточности, ее назвали пресердечной недостаточностью. Стадия C – это собственно сердечная недостаточность, и если мы говорим о, ну, как бы можем аналогию провести с классификацией строжеского силенка, то это пациенты с ХСН 2А, 2Б. И стадия D – это сердечная недостаточность, согласно классификации строжеского силенка, третья стадия – это продвинутая, да, если по американской классификации продвинутая стадия сердечной недостаточности, ну, соответственно, нашей стадии строжеского силенка – терминальная, кахексическая, да, тяжелая, да, сердечная недостаточность. Что еще нового мы можем узнать из последних рекомендаций? Это обновленная классификация МКБ-11 сердечной недостаточности. К сожалению, русскоязычная версия пока находится на утверждении, но мы можем уже, в принципе, говорить о том, что известно на сегодняшний день. Будет выделена рубрика «Застойные сердечные недостаточности», а левожелудочковая отдельная сердечная недостаточность, сердечная недостаточность с высоким выбросом, например, при сочетании с аномическим тяжелым синдромом, тиреотоксикозом, отдельно правожелудочковая сердечная недостаточность, бивентрикулярная сердечная недостаточность и другие специфические и неспецифические формы сердечной недостаточности. Ну и возможно, что в последующем, если все это объединить, сводная классификация будет выглядеть следующим образом. ХСН, исходная левая желудочковая, будет иметь стадии функциональной классы, а также фенотип по фракции выброса. Правая желудочковая сердечная недостаточность мы будем указывать функциональный класс. Бивентрикулярная функциональный класс и состояние фракции выброса левого желудочка. И с высоким сердечным выбросом только функциональный класс. Значит, что еще нового было предложено? Мы знаем, что пациенты с сердечной недостаточности, как правило, это пожилые пациенты с огромным количеством сопутствующих заболеваний, которые как конкурируют, так и существенно вносят вклад в течение сердечной недостаточности. Поэтому было предложено фенотипирование пациентов с ХСН. И если мы говорим о пациентах с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса, то, соответственно, при включении, да, при наличии у них либо артериальной гипертонии, да, при анализе частоты сердечных сокращений, фибрилляции предсердия, присутствия или отсутствия поражения функций почек и наличии изменений в электролитном балансе, было выделено 7, да, субфенотипов, да, если мы говорим о фенотипе пациентов с сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса. И это было сделано не случайно, потому что каждый из этих субфенотипов будет иметь свое персонифицированное терапии. Также было предложено кластеризовать и пациентов с сердечной недостаточности сохраненной фракцией выброса. И важно, да, обратить внимание, что это за кластеры, потому что в плане дальнейших научных исследований, да, мы наверняка получим какие-то новые, да, диагностические маркеры, а также индивидуальные схемы лечения. Это кластер 1, молодые, с низкой коморбидностью, кластер 2, это с фибрилляцией артериальной гипертонии без сахарного диабета, пожилые, кластер 3, с сердечно-сосудистыми заболеваниями артериальной гипертонии, пациенты с ожирением, с сахарным диабетом и артериальной гипертонии, это четвертый кластер, и пятый, это пожилые, с ашемической болезнью сердца, артериальной гипертонии и почечной недостаточностью. Также была обновлена классификация острой сердечной недостаточности, где выделяют острую декомпенсацию сердечной недостаточности, отек легких, изолированную право-желудочковую недостаточность и кардиогенный шок. Что касается диагностики сердечной недостаточности, многое из того, что предложено, мы уже знаем. Это обязательно в стандарт диагностики будет входить электрокардиограмма, определение натриолитических пептидов. Может быть из нового это обязательно в стандарт будет входить исследование щитовидной железы, эхокардиография, это для нас привычная рентгенография грудной клетки, полный анализ крови, уровень мочевины, креатинина, электролитов, уровень глюкозы обязательно натощак и гликированного гемоглобина, липиды и, что интересно, это ферростатус. МРТ сердца, инвазивная коронарография, неинвазивное тестирование, неинвазивная стресс-визуализация, тест физической нагрузки, эндомикардиальная биопсия. Это будет также использоваться при необходимости. И на сегодняшний день диагностический алгоритм таких пациентов складывается следующим образом. Итак, если мы у пациента подозреваем сердечную недостаточность, у него есть факторы риска, симптомы, признаки, изменения на ЭКГ, то первое, что мы должны сделать, это определить уровень МТ про БМП или БНП. Если он отрицательный, то есть нормальный, мы говорим о том, что сердечная недостаточность маловероятна. Но если доктор все-таки считает, что у пациента есть сердечная недостаточность, то следующим этапом является эхокардиография, где мы должны обнаружить различные аномальные результаты. Если мы обнаруживаем здоровое сердце, то, конечно, мы говорим о том, что нужно рассмотреть другие диагнозы. Да, и если здесь мы также получаем положительный результат, значит, сердечная недостаточность подтверждена, и далее мы определяем фенотип, и в последующем определяем этиологию и начинаем лечение. Ну, что еще нового в клинических рекомендациях, которые были обновлены Европейским обществом кардиологов? Это лечение пациентов сердечной недостаточностью. Помимо тех классов препаратов, которые мы хорошо знаем, на сегодняшний день для пациентов с низкой фракцией выброса, с доказанной эффективностью на качество жизни и на уменьшение частоты госпитализации и летальности, доказал свою эффективность класс ингибиторов SGLT2, DAPA-глифлозина и M-глифлозин, которые добавлены на сегодняшний день в основной класс препаратов. Да, нужно сказать, что это очень важно, так как именно у этих пациентов, несмотря наличие или отсутствие сахарного диабета, этот класс препаратов серьезно повлиял на, в общем-то, качество жизни и уменьшение симптоматики. Почему обращено внимание на пациентов с ХСН и с сахарным диабетом? Оказалось, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа, как правило, частота летальности связана с ХСН и составляет около 30%. И еще что интересно, почему этот класс препаратов стал изучаться, то потому что пациенты с сердечной недостаточностью с сахарным диабетом имеют сходные патофизиологические особенности. И на сегодняшний день показана масса положительных эффектов данной группы препаратов при сердечной недостаточности без диабета. Это доказано как крупным исследованием ДАП и ИЧФ, так и двумя другими крупными исследованиями. Это Imperial Reduced и сейчас продолжается исследование Imperial Preserved. И если на сегодняшний день мы говорим о том, что этот класс препаратов входит в фантастическую четверку для пациентов с низкой фракцией выброса, то прогнозируется, что к осени 2022 года этот класс препаратов будет также добавлен в основной класс и для пациентов с сохраненной фракцией выброса. Нужно сказать, что эти препараты назначаются один раз в день и может этот класс препаратов назначить как непосредственно кардиолог или терапевт в стационаре, так и в амбулаторной практике. И вот это фантастическая четверка, которая на сегодняшний день рекомендована для пациентов с низкой фракцией выброса. Почему в алгоритм добавлен этот класс препаратов? Еще одна особенность этого класса, то что они очень быстро начинают работать и улучшают качество жизни, уменьшают симптомы у пациента. И на сегодняшний день в алгоритме рекомендуется первый шаг начинать с бета-блокаторов, ингибиторов SGLT2. Наверное, все-таки это достаточно новое для пациентов с низкой фракцией выброса. И в последующем дополнять арнии или ингибитор АПФ и антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов. Почему выбрана такая схема? Оказалось, что та схема, которая была ранее, с постепенным тетрованием и достижением целевых значений в пределах 6 месяцев, она очень длительная. И пациенты в этот период успевают многократно декомпенсировать. А новая схема позволяет в короткий промежуток времени стабилизировать пациенты и избежать тех последствий декомпенсации осложнений, которые развивались ранее. Ну и, конечно, предложена схема для субфенотипов, о которых мы уже говорили, 7 субфенотипов, сердечная недостаточность, низкая фракция выброса, где есть фибрилляция предсердий, либо это клапанные пороки сердца с персонифицированным добавлением соответствующих препаратов. Далее нужно сказать, что такие же препараты, кроме ингибиторов SGLT2, рекомендованы для пациентов с умеренно сниженной фракцией выброса. А вот пациенты с сохраненной фракцией выброса остаются у нас так и такой непонятной зоной, где рекомендуется этиологический поиск и лечение этиологической причины и сердечно-сосудистых болезней, сопутствующих заболеваний. Так и нет на сегодняшний день пока доказательной базы для этого огромного растущего класса пациентов. Рекомендации по ведению пациентов с тяжелой сердечной недостаточности характеризуются с подключением непосредственно механической поддержки, трансплантации, инфузии инотропов. Также необходимо отметить, что особенностью ведения пациентов с сахарным диабетом является более расширенная группа препаратов ингибиторов SGLT2. Особенностью также ведения пациентов всех фенотипов с сердечной недостаточностью и дефицитом железа. Необходимо отметить, что на сегодняшний день рекомендуется скрининг не только анемии у пациентов с ХСН, но и дефицита железа. И не только определение общей анализа крови и сывороточного железа, но также ферритина и трансферина в биохимическом анализе крови. Особенности ведения пациентов имеются также и с онкологией, с амилоидозом. Необходимо отметить, что обновлены рекомендации по ведению пациентов с острой сердечной недостаточностью, где рекомендуется помимо петлевого диуретика добавлять тиозидный диуретик. А если у пациентов не имеется систолическое давление больше 110, мы можем рассматривать начальную терапию сосудорасширяющими средствами. Наверное, это тоже необходимо отметить, так как в клинической практике не всегда это учитывается. И что касается профилактики и мониторинга, также рекомендовано на сегодняшний день создавать школы с пациентами с сердечной недостаточностью и центры, которые в России достаточно мало, в нескольких только городах, но которые показали, что мониторинг пациентов не только в стационаре, но и на облаторном этапе показывает значительные результаты снижению смертности и частоты госпитализации. Ну и хочется завершить свой доклад словами замечательного Уильяма Ослера. Степень истинной медицины определяется степенью знания о конкретном предмете в конкретное время. И надеюсь, что новые рекомендации для пациентов с сердечной недостаточностью помогут улучшить их качество жизни, сократить частоту госпитализации и смертности. Спасибо, Юлия Владимировна, очень тщательный и подробный анализ, рекомендации. Конечно, это очень полезно для всех. Ну а сейчас мы уходим от кардиологии. Нас сегодня интересует и вторая очень такая важная группа болезней. Это болезни, которые связаны с поражением суставов. И с огромным удовольствием позвольте предоставить слово Владимиру Викторовичу Цурко, который является одним из ведущих специалистов в этой области. Да, добрый день, уважаемые коллеги, мы немножко задерживаем наше время, но при этом продолжаем доклад. Бой будет посвящен остеоартриту и последнее вот его определение я никак не могу не привести, который говорит о макро- и микроповреждениях, которые приводят к клеточному стрессу и вызывают деградацию клеточного матрица. Прежде всего, это касается хряща и субхондральной костной ткани. Активируется и восстановительный ответ по патологическому пути, включается провоспалительный иммунный ответ, патофизиологический метаболизм в тканях сустава, деградация хряща и ромоделирование субхондральной кости, как я сказал. И что на поздних этапах определяет клиническую картину, это, конечно, резкое сужение щели суставов, образование остеофитов, вторичное воспаление рецидивирующее с потерей нормальной функции суставов. И связь остеоартрита с возрастом и болью, это никто уже не отспаривает. Генетическая наследственность, окислительное повреждение и снижение активности эндокринных системы именно на этом этапе у липополизма пожилого возраста. Рассматривается стареющая клетка и стареющий матрикс. Это конечные продукты гликирования, фрагменты матрикса хряща, сейчас уже доказанный вопрос можно снимать, размер агрекана и содержание воды. Этому последнему пункту уделяется особо большое внимание, потому что дефицит воды, поступающей в хрящ, значительно предопределяет его деградацию. И, конечно же, скелетно-мышечная боль, которая при этом развивается. Я уже не рассказываю о морфологической природе боли. Я остановлюсь только на том, что наиболее частая причина все-таки стойкой утраты трансспособности именно из-за болевого суставного синдрома. Это бывает при остеоартрите. И это сравнивается даже, приравнивается к неспецифической боли в спине, где тоже есть синвяльные суставы. И часть из них – это рассматривается боль в фасеточных суставах, тоже включая их в понимание остеоартрита. И, конечно же, клинические рекомендации, которые в последнее время обсуждаются, а это рекомендации 2019 года. Американский колледж ревматологов, 11 ведущих экспертов по этой проблеме распределяют категории препаратов и групп препаратов, которые применяются. Это настоятельно рекомендуется, условно рекомендуется, условно не рекомендуется, настоятельно рекомендуется и недостаточно данных для того, чтобы говорить о применении той или иной группы препаратов при лечении остеоартрита. И вот, как мы видим, рекомендуемые немедикаментозные методы лечения – это физические упражнения, программы по самоконтролю, это школы по остеоартриту. Это, конечно же, снижение массы тела для нагрузочных суставов, которыми являются коленные суставы и тазобедренные. Это, конечно, использование трости или же вот как предлагают еще использовать такой элемент аэробики тай-чим. И жесткие коленные бандажи для коленных суставов, соответственно, и жесткие ортезы для лучезапясных суставов. Важным моментом также является и современные международные рекомендации по терапии, учитывая, в том числе и учитывая американские рекомендации, американского колледжа ревматологов. Но при этом сохранение боли на уровне более 40 мм по 100 мм визуально-аналоговой шкале, говорит, после 14 дней терапии следует считать признаком недостаточной эффективности лечения, что требует коррекции терапевтического подхода. Это как раз отмечают европейские эксперты по лечению остеоартрита и остеопороза. И момент, конечно, медикаментозной терапии. Она структурирована, опять-таки, в рамках настоятельно рекомендуемой или условно рекомендуемой. И, конечно же, пероральные нестероидные противовоспалительные препараты стоят на первом месте. Они потеснили обычные группы обезболивающих препаратов и вышли на первое место. При этом топические нестероидные противовоспалительные препараты особенно хороши на ранней стадии остеоартрита со слабой или умеренной болью. И, в том числе, и при умеренной и слабой боли в области мелких суставов кисти, так называемой при форме узлы Бушара или Габердена. И важным также состоянием является прием нестероидных противовоспалительных препаратов, как я сказал, в первом пункте он. И прием – это часть повседневной жизни больных. Об этом говорят тоже европейские эксперты. Они говорят о том, что должна быть эффективность препаратов, проверенная не только временем, но и практическим опытом врача, удобством применения, доступностью их и минимальной лекарственной нагрузкой. Что также, особенно для лиц пожилого возраста, мы все-таки понимаем, что остеоартрит – это практически люди ближе к 60 годам и старшим. И вот, если мы говорим о нестероидных противовоспалительных препаратах, то вот эта градация их на ингибирование ЦОК-1 и ЦОК-2 четко подсказывает нам, что все-таки это препараты, группу которых поддерживает или открывает Ациклофенак, Рафикакш-СИП и другие препараты, которых, к сожалению, они не зарегистрированы. Поэтому выбор-то на самом деле для лиц пожилого возраста по эффективности именно на ЦОК-2 ложится буквально на 2-3 препарата из этой группы. И Ациклофенак превосходит Диклофенак по выраженности скорости развития анальгетического эффекта. Это вот прекрасно показано именно на этом графике. Сразу же время после лечения часы, это вот как раз хорошо отражает, что Ациклофенак в большей степени подавляет болевой симптом при остеоартрите. И также, вот, наверное, нужно отметить и не рекомендованные методы терапии, остеоартрита, потому что все-таки в широкой врачебной практике они используются. Медикаментозная терапия, например, без фосфоната, не доказали эффективности. Гидроксихлорохин не доказал, точно так же и как метатриксат не доказал. Ингибиторы фактора некроза опухоли полностью исследований не состоялись. Плазма, обогащенная тромбоцитами, настоятельно не рекомендуется. Инъекции стволовых клеток тоже. Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты, к сожалению, тоже не оправдало наши надежды на метод, который должен широко применяться, как был заявлен ранее в медицинской литературе. Риск осложнений стороны желудочно-кишечного тракта нас, конечно же, интересует при назначении любых препаратов. И здесь вот как раз у нас мы видим, что ациклофенак определяет эту группу. Целикоксиб – это высоко селективный препарат. Ибопрофен и мелоксикам тоже входят в эту группу, которые в меньшей степени вызывают обеспокоенность по применению и влиянию на желудочно-кишечный тракт. Также и ассоциация между текущим приемом различных НПВП и госпитализацией по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности все-таки это очень важный факт. И здесь как раз ациклофенак является наиболее таким представленным препаратом, который и широко представлен у нас в России, в том числе и Аерталом. Ациклофенак одобрен европейским регулятором, как один из наиболее безопасных препаратов в отношении желудочно-кишечного тракта и препаратом, влияющим на сердечно-сосудистую систему, в том числе на повышение артериального давления и задержку жидкости. Рекомендуется начинать терапию остеоартрита с топических форм нестероидных противовоспалительных препаратов, о чем и говорят как европейские рекомендации 2020 года по остеоартриту и остеопорозу. И в том числе и Американский колледж ревматологов тоже утверждает, что легкая степень боли должна начинаться с топических НПВП, как препарат с меньшим системным побочным эффектом. Именно такую терапию следует предпочтительной, сначала топической, затем при неэффективности, пероральной нестероидной противовоспалительной препараты. И даже если комбинация нестероидных противовоспалительных препаратов идет и топических, то нужно всегда об этом помнить, и об этом говорят гириатры, европейские гириатры. Они говорят, что по молекуле эти формы приема лекарственных препаратов должны быть одни. Если мы деклофенак применяем таблетированный, то и мазь, гель или же эмульгель должны быть тоже этой же молекулы, только деклофенаковой. При остеоартрите тазобедренного сустава и более средней выраженной сразу рекомендуется пероральной нестероидной противовоспалительной препараты. Это и Американская ассоциация ревматологов, и СЕО, Европейская ассоциация по лечению остеоартрита. И изменение боли, покоя по оценке ВАШ очень важна. Вот это исследование, которое я привожу, которое установило существенный превосходство терапии медокалом с эстероидными противовоспалительными препаратами. Особенно у тех пациентов, у которых развивается сгибательная болевая контрактура. Она примерно сгибается, случается у пациентов на первых уже этапах болезни остеоартрита, когда мышцы и сухожилия задействованы в воспалительный процесс, и когда уже развивается сгибательная контрактура. Поэтому уже вот это исследование как раз и показывает, что на 14-й день значительно прибавка медокалма. Первую, снижает дозу приема НПВП. Во-вторых, значительно действует, такой синергизм препаратов действует на влияние на боль, скованность и, конечно же, на сгибательную контрактуру. И более того, рекомендации по применению препаратов при хронической боли, конечно, это уже боль с нейропатическим компонентом, а такие больные у нас, как бы, это от 15, по разным данным, до 30% с остеоартритом. Поэтому надо рассматривать трициклические антидепрессанты, нежелательные явления их, в том числе учитывать у лиц пожилого возраста, потому что отмечается риск удлинения интервала КУТЭ, и поэтому рекомендуется КГ на каждом этапе приема этого препарата. И даже определение концентрации в плазме, в плазме крови этого препарата, потому что имеется и почечная недостаточность у таких пациентов, и, соответственно, задержка и рост этой концентрации с последующими осложнениями. И также противосудорожные препараты, и применяется при нейропатической боли нежелательное явление, это седакция и периферические отеки, которые ограничивают их применение. Хроническая почечная недостаточность, конечно, требует уменьшения дозы с самого начала приема этой группы препаратов. Ага, сейчас извините. И вот прохондропротекторы. Это, конечно, всех очень беспокоит, потому что хондропротекторы – это слово чисто русское, нигде оно не применялось, и здесь оно по аналогии гепатопротектор, кардиопротектор, но рентгенологи решили, а почему бы не бывает хондропротектор. Вы вот придумали, что этим препаратом были, глюкозамин и хондритин, дали такое название, что вообще не соответствует. Это, конечно, препараты, относящиеся к группе симптомодифицирующих препаратов, поэтому и АКР, и американские коллеги ревматологов, и СССР, и Европейское общество остеоартрита и остеопороза однозначно говорят, что они не должны использоваться в первой линии, так как не существует убедительных доказательств эффективности, но при этом оставляя решение за лечащим врачом, за одним единственным исключением, если речь идет о рецептурном кристаллическом глюкозаминсульфате. Это препарат, который во всех последних за 5 или 7 лет исследований четко показал и сравнительных исследований, закрытых, контролируемых исследований, доказал свою эффективность, и поэтому эксперты выносят его именно как препарат, до которого надо делать акцент. И таким образом, современные международные российские рекомендации при терапии и стиротеид учитывают неведикаментозные медикаментозные методы терапии совместно с коррекцией образа жизни НПВП, препараты первой линии при лечении умеренной выраженного суставного синдрома, отражающей степень воспаления. При их выборе настоятельно рекомендуется учитывать у пациента полиморбитные болезни, а также желудочно-кишечную и кардиоскулярную безопасность. Настоятельно рекомендуется при слабой и умеренной боли в области коленного сустава, особенно для пациентов пожилого возраста, назначение в первую очередь топических нестероидных противовоспалительных препаратов. И даже при умеренной и выраженной есть дополнение к этим рекомендациям, можно сочетать с оральными нестероидными противовоспалительными препаратами, достигая большего эффекта в лечении остеоартрита. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Викторович, как всегда, невероятно интересно и с такой большой пользой для практических врачей. Спасибо. И переходим к последнему докладу. Маргарита Маргарита Александровна Громова. Я не знаю. Да, слышите меня, да. Управлять файлом. Ага, хорошо, уже началось. Я не знаю, что это. Будет рассказывать о подходах к коронавирусу. в эфире. Меня слышно? Коллеги. Нас не слышно. Управлять файлом. Слышно, Маргарита Александровна. Ваш разговор с Александром Александровичем тоже слышно. Давайте. Скажи мне, мы вообще слышно? Нас не слышно? Так, так, так. Кто не крутит? Сейчас я, Саша, спрошу. Все, спасибо большое. Да, спасибо. Слышно? Коллеги, добрый день. И сегодня хочу поговорить на тему подагры, да, и начнем мы, конечно же, с определения, что это системная топливная болезнь, которая связана с отложением различных тканей, кристаллов моноурата натрия и улиц хронической гиперуретемии, сопровождаясь развитием воспалений, которое будет обусловлено как внешнестридовыми, так и генетическими факторами. На следующем слайде мы потом с вами еще посмотрим и обсудим этот вопрос. По эпидемиологии хочется отмечить, что подагр считается наиболее частой причиной развития артрита с распространенностью от 0,9% до 2,5% в Европе, 3,9% это занимаем где-то в США и более 6% это некоторые океаны, да, тихоокеанские этнические группы. Что же касается России, то, да, был проведен пересчет по всем жителям России старше 18 лет и она составляет где-то 0,3%. Далее. Пока не вижу. Александра Сергеевна, нужна ваша помощь, мне нужен следующий слайд. Да, спасибо большое. И мы обсуждаем, да, что у нас есть непосредственно те факторы риска, которые нам будут связаны с тем, что приводят к чрезмерной выработке мочевой кислоты, да, а также те факторы риска, которые приводят к недостаточности экстрессии по выводу, что это приводит к кристаллизации мочевой кислоты и в свою агрессию к либо кострому приступу подагра. Если в дальнейшем не получает пациент течение, то это уже будет хронизация подагры. Всем нам известно, что в основном подвержены мужчины старше 35 лет и женщины составляют всего 1-2%. Но что хочется отметить, что в последнее время подагра у нас помолодела также и у женщин. Если раньше она была, встречалась у пациенток старше 60 лет, то в настоящее время это молодые женщины, причем, да, возраст среднего уже составляет 29 лет, и при этом, если есть ранний климакс или какие-то различные генетологические заболевания. Что же хочется еще сказать, что, к сожалению, у молодых подагра стала более агрессивной и связана с более выраженными приступами артриса, часто и по длительности они занимают гораздо большее время. Следующий слайд, пожалуйста. Хочется обсудить стадию развития подагра. Все нам прекрасно известно, что все начинается с бессимптомного течения, когда имеется высокий риск развития подагры, но еще без депонирования кристаллов моноурата натрия. Постепенно кристаллы накапливаются и дальше приходят в стадию развития B, когда у нас уже имеется депонирование, и мы можем это увидеть, как, например, признак двойного контура при ультразвуковом исследовании, если есть тофусы или депозиты. Впоследствии, как только развивается первый приступ подагры, то есть мы говорим уже о симптомном течении, пациент у него либо рецидивирующее, либо впервые возникшее воспаление. Если пациент не получает лечение, то в дальнейшем это все приводит к прогрессированию и возникают дальнейшие осложнения, конечно же, флотопусная форма и хронический подагрический актрит. На рентгенографии мы можем увидеть эрозию, в виде симптома пробойника. Следующий слайд. Конечно же, да, врачи у нас являются такими некими спасателями и существуют различные подходы к терапии подагры. Что хочется сказать за последние десятилетия можно считать такой, что это расцвет по последним рекомендациям и был выполнен пересмотр старых рекомендаций подагры в 2016 году. Это была европейская антирагматическая лига в 2017 это британцы издали свои новые рекомендации и где-то примерно в это же время были пересмотры и других ревматологических сообществ в Европе, также и наша ассоциация ревматологов России и последние в 2020 году появились рекомендации как французского общества ревматологов так и американской коллеги ревматологов. Что обсуждается общего? Конечно же говорится, что каждый пациент должен получать максимальную информацию о своем заболевании, потому что он должен быть ориентирован и по эффективности лечения, как проводится вся дальнейшая и терапия, и обсуждать все вопросы по питанию, по совместной сопутствующей патологии. И что хочется показать, что был проведен в 2016 году онлайн-опрос на национальном уровне, выполненном в Соединенных Штатах Америки, тысячи пациентов взрослых, из которых 103 пациента имели в своем анамнезе под подагру. И самое страшное, конечно же, 171 пациент вообще не знали, что подагра является формой артриты, и что 55 пациентов с подагрой также этого не знали. Следующий слайд. Конечно же, каждая рекомендация говорит о том, что нужно соблюдать диету, да, и на слайде мы привели ссылку на нашу работу, где мы говорим о рационально обоснованном подходе у больных с питанием подагра. Сейчас немножечко изменились, так скажем, взгляды, и кроме того, что мы говорим, что да, мы стараться должны исключить из употребления максимально подсвощенную газированную воду, да, стараться употреблять больше продукты, скажем, которые будут содержать в себе и обезжиренные молочные продукты, да, низкокалорийные йогурты, конечно же, стараться включать вишню, и, да, вот на слайде нарисован такой мужчина, который себе забрал, собственно, вишни, но мы понимаем, что без разнижающей терапии, конечно, на соблюдении диетических рекомендаций, оно будет неполным, но рекомендовать как снижение массы тела, так и регулярные физические упражнения мы обязательно должны. Далее. На слайде представлено максимальное количество до тех заболеваний, с которыми подагра чаще всего сочетается, и, конечно же, мы ориентируем нашего пациента и систематически скринируем его для выявления других коморбидных заболеваний. Почему? Потому что как профилактика, так и лечение этих заболеваний, они будут неотъемлемой частью лечения подагры. Следующий слайд. Теперь непосредственно приходим к тем рекомендациям, которые говорят нам о лечении острого приступа подагры. Все однозначно советуют, что оно должно начинаться как можно раньше. Если мы говорим об остром приступе подагры или обострении на стадии его информатирующего течения при хроническом суставном синдроме, то мы используем как колхистен, так и нестероидные противовоспалительные препараты, так и кортикостероидные препараты. При этом они могут быть как и пероральные, так и внутрисуставные или внутримышечные. Если же у нас не хватает по лечению, мы начинаем использовать и комбинированную терапию. Это тяжелая полиартикулярная подагра, когда приходится считать как колхистен, так и нестероидные противовоспалительные препараты, так и кортикостероиды. Если у пациента случается частый приз у острого педагрического артрита и при этом при наличии каких-то противопоказаний либо есть неэффективность, либо непереносимость к применению колхитина или нестероидных противовоспалительных препаратов, а также портикстероидов, можно использовать блокатор энтероликина-1 или адренокортикотропный гормон. Следующий слайд. Основными урасснижающими препаратами нам хорошо известны это ингибитор ксатиноксидаза, и мы уже давно используем в своей практике калуфоренол и недавно появившийся симоксостат. К сожалению, в России отсутствуют другие два класса, это рикозурические спецтва и теглотиказа. Поэтому основной момент мы обсудим это ингибитор ксатиноксидаза. Можно следующий слайд. По рекомендациям. Если у нас есть безсимптомная гиперурекимия, то есть не было ни одного приступа подагры и не имеется топлива, то по всем рекомендациям, что это будет европейская антиривматическая лига, что это будет британская ассоциация ревматологов, что наша отечественная ассоциация ревматологов, что французы, что американцы. Мы говорим о том, что урасснижающая терапия при этом не рассматривается. Если мы говорим, что есть безсимптомная гиперурекимия, нет ни одного приступа и нет топусов, но у нас уже есть мочекаменная болезнь. Опять же, урасснижающая терапия будет назначаться только при том моменте, если был бы хотя бы один приступ подагры. Следующий слайд. Если мы имеем подагру, и самое важное, это, конечно же, функция почек. Мы понимаем, что препаратом первой линии у нас всегда является алопоринол. То есть мы ориентируемся на скорую скобочку фильтрации, и в зависимости от этого мы будем дальше выбирать дозировку, в которой будет начинаться терапия. Но основной по первой линии у нас всегда является алопоринол. Сказание для назначения фибуксостата – это будет препарат второго ряда, когда невозможно будет достичь целевых значений уровня мочевой кислоты, как мы знаем, либо если есть максимальная переносимость дозы алопоринола, а мы все равно не достигаем нужных там цифр по мочевой кислоте, либо при непереносимости алопоринола. Но вот французы, да, они говорят, что подагра, снижение функций почек, у них это четко протест, но в других в основном, да, это не особо четко, не указано. Можно следующее сказать. Хочется как бы акцентировать внимание, если раньше все время говорили, что никогда не следует назначать урасснижающую терапию во время приступа подагры, ждали обитательное стихание данного процесса, то в последних рекомендациях уже условно рекомендуется начало урасснижающей терапии во время острого приступа подагра. То есть мы говорим, что если есть частые приступы и хроническое тяжелое течение, то уже мы можем не ждать, не дожидаться его ремиссии и конца обострения, уже можем начинать урасснижающую терапию. Далее. По целевому уровню мочевой кислоты. Опять же, разные рекомендации, но уровни примерно у нас остаются одинаковыми. Если мы смотрим по Европейской энтериоматической лиге, то меньше 5 мг на децилитр или меньше 6 мг на децилитр, но это будет зависеть от формы тяжести подагра, но не менее 3 мг на децилитр. Мы пересчитываем это на наш микромой на литр и получаем, что менее 6 мг – это менее 360 мкм на литр, менее 5 мг на децилитр – это менее 300 мкм на литр, менее 3 мг – это поддержание уровня меньше 180 мкм на литр. В долгосрочной перспективе это также не рекомендуется. Можно сказать, засчитаем. По поводу аллопуринола. Всем прекрасно знаем, что начальная доза – это 100 мг 1 раз в сутки до достижения солевого уровня мочевой кислоты. Поддерживающей дозой будет являться от 100 до 800 мг в сутки и при этом будет цитроваться каждые 2 недели под контролем уровня мочевой кислоты через неделю после очередной коррекции дозы. То есть мы добавляем каждые 2-4 недели, например, плюс 50 мг. Максимальная разовая доза – это 300 мг, суточная доза – это 800 мг. При обострении, при приступе артрита, мы добавляем эстероидный противовоспалительный препарат или колхицин и делаем как бы шаг назад. То есть если больной принимал 300 мг, у него случилось обострение, то дозу мы не отменяем теперь, да, а снижаем ровно в 2 раза, то есть до 150 мг. Можно уменьшить дозу аллопуринола, и вот при почечной печеночной недостаточности доза всегда снижается. Далее. Как раз на слайде и показано. Стартовая доза аллопуринола в зависимости от функции почек. То есть мы рассчитываем скоростную бочку от фильтрации, и в зависимости от этого будем назначать ту дозировку, которая принимается в неделю. Следующий слайд. Что же является причинами отмены? Частично мы уже об этом сказали, что когда мы не можем достичь целевого уровня мучевой кислоты в сыворотке крови, либо имеются побочные эффекты у 20% пациентов, которые получают аллопуринол, либо это тяжелые реакции, когда есть повышенная чувствительность на аллопуринол, и она может быть связана как и лихорадка, и сыпь, и одинофилия, могут быть и гепатиты, прогрессирующие почечные недостаточности, то, в общем-то, может обуславливать до 20% смертности. Также может быть повышенный риск нежелательных эффектов у пациентов, в которых есть почечная недостаточность, или у пациентов, которые принимают диуретики. Можно следующий слайд. Вторым препаратом из класса ингибиторов сальтиноксидаза является фибоксосад. И его основное положительное влияние – это то, что он у нас выводится как печенью, так и почками. Можно следующий слайд. Кроме того, что еще есть положительное? В начальной дозе 80 мг 1 в 1 сутки до достижения целевого уровня мучевой кислоты, при этом поддерживающая доза от 80 до 120. Но фитрации при этом не требуют. К сожалению, за рубежом у нас нет такой низкой дозировки 40 мг, но за рубежом она еще присутствует. Поэтому мы ее просто не рассматриваем. Максимальная разовая доза – это 120 мг в сутки. Опять же, при обострении, при приступе фатагры мы добавляем либо нестероидный противооспалительный препарат, либо калхипцин, и дозу также уменьшаем, делаем шаг назад. Почему мы отказываемся от этого препарата? Мы не назначаем эти препараты для пациентов, пациентов с ишемической болезнью сердца или сердечная недостаточность. Было проведено исследование, к сожалению, риск ритальных исходов был на нем выше, чем у пациентов на аллофореноле. Следующий вопрос. Что же дает замену одного препарата на другой? Что мы можем изменить? Фибуксосат 80 мг мы можем повысить до 125. Фибуксосат 120 мг, он будет эквивалентен до аллофоренолу в 300 мг. Можно заменить аллофоренолу в 300 мг. На фибуксосат 80 мг было проведено исследование, в котором мы видим, что пациенты, достигшие уровня меньше 6 мг за литр, это 360 мг на литр после смены. Препараты, например, фибуксосат на аллофоренол, мы смотрим, всего 17% достигли нужного уровня мочевой кислоты, и если малопоренол, поменяемые на фибуксосат, то это до 60%. Следующий вопрос. Что же еще можно сказать, так как есть сопутствующая патология, что можно включить для лечения? Значит, если подагра была диагностирована у пациентов, которые получали лечение петлевыми или фиазидными диуретиками, то можно заменить мочегонные препараты между собой. При этом разрешенная доза по гидрохлорфиазиду это 12,5 мг, что можно вполне сочетать в препаратах, когда не имеется ни одна анимонотерапия. При атериальной гипертензии следует назначать лазертам, и это не классы тех, что это отдельно по данному препарату, или блокаторы кальциевых каналов. Если у пациента имеется гиперлипидемия, то мы добавляем статины или фианофибра. Если мы рассматриваем двойную антитромбоцитарную терапию, такие пациенты у нас тоже имеются, то в течение 30-90 дней наблюдалось, если у нас сочеталась низкая доза циффлитиловой кислоты и тигагрилола, то получалось повышение уровня мочевой кислоты. И наоборот, не наблюдается повышение уровня мочевой кислоты на двойную антитромбоцитарную терапию, низкой дозы субситровой кислоты и клапидогрелий. Можно в следующий слайд, на нем будет собрано такие основные, да, эти препараты, мы уже сами о них сказали, просто их влияние на уровень мочевой кислоты, который просто можно фотографировать и дополнить. Добавлены только гипогликемические препараты, они также будут снижать уровень мочевой кислоты. Следующий слайд. И мы переходим к профилактике. Мы говорим о том, что обязательно нужно назначать терапию для предотвращения обострения шестомного синдрома. При подавре, она проводится с помощью низких доз коксицин, это 0,5 мг в сутки, или низких доз нестрозных противовоспалительных препаратов. И опять же, по продолжительности, да, мы видим, что это где-то от 3 до 6 месяцев. Хочется отметить, что у нас на кафедре было проведено исследование, в котором также была оценка 12-недельного курса как сочетанную разнижающую терапию с помощью Аллу-Куринова, основного лечения первой линии, с постепенным увеличением дозы до 300 мг на фоне противовоспалительного приема мелоктикама. И по результатам этого исследования были сделаны выводы о том, что вот эта профилактическая терапия, она помогает предотвратить приступы подогреческого артриса и улучшить качество жизни больного. Можно следующий слайд. Это так, как выглядит наша публикация, чтобы можно было ознакомиться с ее результатами. Я говорю, что только самое важное, что мы получили. Можно следующий. По времени мы уже не укладываемся. По характеристикам больных были осмотрены 143 человека, в основном это были мужчины. Возраст дебюта под адрес составил 56 лет и под длительностью где-то около 6 лет. Причем обращаем внимание, что средний уровень мочевой кислоты составил 152 микромоль на литр. И красным выделил специальную частоту рецидивов артрита, что 3 где-то в среднем составило больше 3 обострений в год. Это 65%, и каждые 2 месяца у 22%. Можно следующий слайд. На фоне протокола исследования, как проводилось, от ведита постепенно наращивал салопринол по 50 мг. И на четвертом ведите у нас произошло обострение у некоторых пациентов, и добавлен был мелоксикам до 15 мг. и последующим наращиванием дозы. Можно следующий слайд. Результаты, которые мы получили основные, это, во-первых, частота рецидивов, те, у которых проходили обострения каждые 2 месяца, 22% уменьшились до 9. Можно следующий слайд. И снизился уровень, как мочевой кислоты, с 552 до 413, и соя от 20 до 15. И следующий слайд. Да, благодарю. Хочется сделать, Вилл. Это о том, что, конечно же, междисциплинарный подход к введению пациента с подагрой и сопутствующей патологией, он оптимален. И в основном все основные группы, мы обсудили, можно ориентироваться как при тяжелых коморбидных состояниях, так и для лечения подагры. При этом мы учитываем, как и тщательный анализ рисков, мы понимаем, что если пациенту требуется назначение определенных групп препаратов, и мы не можем от них скататься, то мы стараемся корректировать его разнижающую терапию. И понятно, что, конечно же, для каждого пациента этот алгоритм индивидуален, однако те принципы, которые будут лежать в основе по выбору терапии, они с успехом применяются даже при сочетании подагрой с другими тяжелыми заболеваниями. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, мы завершили. Маргарита Александровна, огромное спасибо. Интереснейший тоже доклад, к тому же с включением собственных данных, но плюс еще и к тем рекомендациям, которые были. Поэтому у нас, я все время смотрела в чат, нет вопросов тем для дискуссии, будем считать это таким многоточием, а дальнейшие, наверное, все исследования и доклады будут подтверждать правильность или в чем-то будут менять рекомендации по ведению пациентов. Большое спасибо всем, кто выступал и кто присутствовал на нашем.